МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Центр профессиональной подготовки МВД отметил 66-й год со дня основания учреждения. Командно-преподавательскому составу совершенствовать свои знания, совершенствовать тягу к знаниям слушателей Центра. На прием к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову пришел местный житель с неожиданной просьбой. Для меня это человек, который вырос в спорте. Это очень важно, чтобы ни в коем мире ребенка не обидеть. В Московской области создан единый реестр домашних животных. Владельцам животным дан срок в течение полугода, чтобы пройти данное реконструкционное мероприятие. В начале октября Центр профессиональной подготовки Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области отмечает день основания учебного заведения. Вот уже 66 лет школа вносит огромный вклад в дело подготовки сотрудников органов внутренних дел. Несмотря на то, что Центр профессиональной подготовки обучает в основном молодых сотрудников полиции, в начале октября учреждение отмечает совсем не молодежную дату – 66 лет со дня образования. Первый набор курсантов состоялся в октябре 1957 года. Он насчитывал всего 150 человек. Сейчас же в Центре обучается 500 курсантов и работают 200 сотрудников. Сегодня я хотел бы пожелать для всех присутствующих не останавливаться над достигнутым командно-преподавательскому составу совершенствовать свои знания, совершенствовать тягу к знаниям у слушателей Центра. Благодаря вам, уважаемые сотрудники, благодаря вам, уважаемые ветераны, в отрасли у нас есть возможность спокойно жить и трудиться, безопасно распилить детей. Вы и ваших детей стоите на страже законности и права военка. Добрые слова пентагическому составу, курсантам, ветеранам за то, что ваш профессиональный долг и профессиональная деятельность сопряжены непосредственно с защитой, правопорядком и безопасностью наших жителей и жителей Российской Федерации. В этот памятный день служащие и гости возложили цветы к огню у мемориала памяти павшим сотрудникам отдела внутренних дел. Гордостью учебного учреждения и образцом для подражания являются его сотрудники. Надежда Копытина добросовестно несет службу в этой школе 45 лет. Ей посчастливилось работать вместе с Героем России, майором милиции Валерием Тиньковым, чье имя сейчас носит Центр профессиональной подготовки. 1 августа 1994 года он был назначен начальником учебного центра, на тот момент назывался учебный центр. И он как руководитель, как достойный офицер, еще как замечательный человек, он начал бурную деятельность по реорганизации деятельности Центра профессиональной подготовки. Учебная деятельность является главной задачей для Центра профессиональной подготовки, но тем не менее на базе школы регулярно проводятся различные учебные сборы, конференции и творческие занятия. Советский и российский актер театра и кино Вадим Андреев – частый гость этого учреждения. Был такой замечательный фильм многосерийный, следствия ведутся на такие, и я прям вот хотел быть следователем, да, но как-то так не сложилось. Танки, выстрелы и взрывы – такая картина развернулась на территории учебного центра, сотрудники воссоздали историческую реконструкцию Великой Отечественной войны. Таким образом, курсантам прививают патриотизм и чувство гордости за свою страну. Школа неоднократно переименовывалась, подвергалась реорганизации, но неизменным оставалось ее назначение – первоначальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел. Обучают здесь правовым дисциплинам, связанным с работой, также нас обучают жестовому языку общения с людьми, которые временно, ну, либо они не слышащие, либо слабослышащие. Также нас обучают безопасному обращению с оружием, технике стрельбы. Центр на сегодняшний день обладает всем необходимым для качественной подготовки личного состава к умелому выполнению служебных обязанностей. Благодаря центру наша страна находится в надежных руках. Татьяна Брылова, Кунея Иванова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Посещая Ленинский городской округ, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов особое внимание уделяет общению с местными жителями. Те, кто приходят к нему на прием, как правило, люди, столкнувшиеся с проблемами, которые сложно решить на местном уровне, и тогда они обращаются за помощью к депутату. За долгие годы в приемной Вячеслава Фетисова были люди с разными проблемами, но просьба, с которой обратился к народному избраннику житель деревни Терычева Максим Власов оказалась довольно неожиданной. Его сын Дмитрий, несмотря на юный возраст, ему 7 лет, участвует в гонках на багги. Скоро должны начаться чемпионат и Кубок Москвы, и Московской области по автокроссу, куда Дмитрия не допускают. Я обратился, написал письмо в комитет Кросс Российской Автомобильной Федерации. Соответственно, туда написал. Это письмо, которое я прилагаю, это все участники класса Д3, вот этого мини, чемпионата Москвы в Московской области, которые просят допустить ребенка. По мнению отца, сына не допускают к заездам из-за того, что на одном из соревнований Максим Власов высказал ряд претензий организаторам. По его словам, после этого случая юного спортсмена перестали включать в списки участников соревнований, проходящих в Московской области. Вячеслав Фетисов пообещал разобраться. Реакция, конечно, очень понравилась. Я думаю, что более конструктивная беседа была. Я думаю, что вопрос будет решен. Для меня, это человек, который вырос в спорте, это очень важно, чтобы ни в коем мере ребенка не обидеть, ни в коем случае ему не дать понимание того, что есть некая несправедливость, которую никакого отношения вообще не имеет. Жители деревни Андреевска Евгений Цветков и Анна Холдова обратились к депутату с жалобой на обеспокоенного соседа. Собственник земельного участка, расположенного недалеко от их домов, устроил из берега местного пруда настоящую свалку строительных отходов. Мы к нему подходили, мы с ним встречались, сказал, моя территория, я ее купил. Мы начинали спрашивать, как водоем попал в вашу территорию, как попал водоем. Вячеслав Фетисов является председателем Всероссийского общества охраны природы и решение подобных проблем для него в приоритете. Я сделал депутатский запрос, они по-другому реагируют на это. Отписка не получится, поэтому и, скорее всего, Бастрыкина разобрался. Депутатские приемы проходят на постоянной основе каждый месяц. И чтобы побывать на одном из них, необходимо предварительно позвонить и записаться. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Московской области создан единый реестр домашних животных. Электронная база и облегчит работу ветеринаров, и позволит быстрее разыскать пропавшую собаку. А потенциальным хозяевам домашних питомцев более осознанно подходить к своему выбору. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. С 1 сентября в Московской области вступил в силу закон, согласно которому владельцы собак должны официально зарегистрировать своих домашних животных в едином реестре. Нововведение позволит упростить поиск собаки в случае её пропажи, а также повысит уровень ответственности владельца животного в случае неприятного инцидента. Регистрация животных проводится в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Московской области. Провести её можно, непосредственно обратившись в наши учреждения ветеринарии, либо записаться электронно через портал государственных муниципальных услуг Московской области. Процедура несложная и безболезненная. После оформления соответствующих документов питомцу под кожу в район Холки введут специальный чип, содержащий всю информацию о нём. Одновременно с этим профайл животного появится в едином реестре. Валерия Данилина, хозяйка метельшнауцера Эшли, считает, что подобная практика позволит навести порядок с бездомными животными. В Европе всех собак чипируют, поэтому она пришла уже чипированная. Если это принесёт какую-то пользу, то собаки не будут теряться, за собакой будет владелец, всё это будет. Поэтому начало хорошее. Чипировать необходимо всех собак, достигших трёхмесячного возраста. Заявление на процедуру можно подать на региональном портале госуслуг в разделе «Регистрация домашних животных». С 1 сентября, когда вступило в силу постановление против Соколовской области и порядок регистрации, владельцам животным дан срок в течение полугода, чтобы пройти данные регистрационные мероприятия. Обязательному учёту подлежат пока только собаки. Кошки на настоящий момент могут быть чипированы по желанию владельцев. Закон распространяется на постоянных жителей Подмосковья. В Ленинском округе сложилась добрая традиция честовать, как говорят в народе, золотых, изумрудных, бриллиантовых и железных юбиляров семейной жизни. Сегодня в ЗАГСе в торжественной обстановке поздравили супружеские пары, которые прожили в любви и согласии долгие годы. Создать семью несложно, трудно её сохранить. Пары, которые прожили в браке большую часть своей жизни, знают, в чём её секрет. Администрация округа совместно с Ленинским управлением ЗАГС специально для юбиляров организовали торжественное мероприятие. Пожелала счастливой жизни тем, кто много лет назад соединил свои судьбы, заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова. Наверное, сегодня самые важные в нашем городе люди. Кто-то строил этот город, растили детей, сегодня подрастают внуки. Будьте здоровы, будьте счастливы. И также рука в руку вместе, потому что это и тыл для вашей семьи, для детей и внуков, и пример. «Чтобы добрый, покурный ветер направил паруса корабля, Я дарю всем, любимым, на свете ромашковые поля». За плечами долгий путь, возможно, не всегда лёгкий, но они смогли преодолеть все тягости и невзгоды и пронести любовь через всю жизнь. Раиса и Василий Гераскины отметили бриллиантовую свадьбу – 60 лет. Они познакомились случайно. Василий попал снежком в Раису. Так и закрутилось. Как и другие юбиляры, в этот день они скрепили свой союз подписями в памятной книге. Всю страну вместе объехали супруги Бурашниковы. Такова доля семей военнослужащих. Зато теперь они точно могут дать совет молодым, как надолго остаться вместе. Прожить столько лет, ребята, это труд, конечно. Прежде всего, это уважение друг друга, доверие. Ну и вообще радоваться жизни, как можно больше. Всё было за это время, но всё преодолевалось. Всем юбилярам вручили цветы и памятные подарки. И предложили встретиться через пять лет на следующем юбилее. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова